МЕСТЬ БЕСПРЕДЕЛА Я заберу у нее все. Почему? Потому что я могу это сделать. Уши не болят? А как глаза? Не воспаляются? Не краснеют? Вы должны это видеть. Авторы идеи Джон Махнамара и Дэвид Симкинс. Исполнительный продюсер Джон Махнамара. Вендетта. Сила природы. Фотография Терезы Грекко. Мисс Грекко, мы обожаем ваши работы. Спасибо, что вы пришли. Спасибо вам. Я же говорила, я до сих пор не могу в это поверить. А я не могу поверить, сколько на свете уродцев. Кругом одни толстяки. Я надеялась, что посмотреть твои работы придут симпатичные мужчины. Так один есть, прямо по курсу, в темном костюме. Его бы снять. Упс. Утиная печень на исходе. Мисс Грекко. Привет. При входе я увидел вашу фотографию, вот и решил зайти познакомиться. Мне очень нравится ваша работа. Благодарю вас. Мне так приятны ваши слова. Вы знаете, ваше лицо очень фотогенично. Боже. Господи, простите. Тереза. Эй, Гиффорд, я думала, ты сегодня занят. Так и есть. Я был недалеко, вот и решил пригласить тебя пообедать. Нет, я не могу. Ты не голодна? Не очень. У меня всего полчаса, идем. Да? Идем, идем, идем. Вот здорово. Мои работы покупают. Не знаю, Тереза. В каком смысле? Ну, как только мы познакомились, я понял, что ты человек необычный. Ну, похоже, у тебя тоже есть моральные ценности. Я не хочу видеть, как ты меняешься. Я что-то не понимаю. Ты работаешь в юридической фирме? Да, там я зарабатываю на жизнь. Об этом я и говорю. Искусство – хорошее хобби. Хобби? Я видел, что искусство делает с людьми, когда они начинают им жить. Я не хочу, чтобы тебя в это втягивали. Поверь. Не хочу. В своей жизни я все выбираю сама. Меня никто не втягивает. Я принял решение. Я хочу, чтобы мы были вместе. У нас было всего два среда. Я знаю. Ты нужна мне. А я... 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 Гиффорд. Что? Мы просто друзья. И только. Я не хочу ничего другого. Мне кажется, ты сама не знаешь, чего хочешь. Нет, поверь, я знаю. Просто мы хотим разного. Тереза, не делай этого. Прости. Я должна возвращаться. Налоговая служба. Введите имя. Тереза Грекко. Привет, Барри. Вот почему я тебя так ценю. Первым приходишь, последним уходишь. Смотри. Не засиживайся, ладно? Нет. Я почти закончил. Тереза Грекко? Тереза Грекко? Да. Агент Хелен Клементе. Налоговая служба. Научите повестку. Неуплаченный налог должен быть внесен в течение 90 дней. Неуплаченный налог? 49 тысяч долларов? Спасибо. Нет, это вам спасибо. Счастливо. Гейл, ты можешь быстро организовать мне выставку? У тебя еще есть работа? Ты что, снимаешь на видео? Нет, мне прислали повестку из налоговой. Там написано, что я недоплатила 49 тысяч. Постой. Ты же встречалась с тем парнем. Он ведь из налоговой? Да, но мы уже давно не общались. Я с ним рассталась. Нет. Нет, я об этом думала. Попросила своего друга адвоката позвонить в налоговую. Ко мне приходил Ник Гиффорд. Его имени нет ни на одном документе. К тому же, ему бы такое срок не сошло. Не обольщайся, Тереза. Ну ладно. У нас было всего два свидания. Слишком много совпадений. С нервами у него не все в порядке, но он явно не псих. Отдел юридических лиц. Отто Карсон. Отто Эда Чекл. Вы же говорили, что навсегда исчезнете из моей жизни. Да, вы абсолютно правы. Но у меня есть предложение. Если хотите, можете сказать нет. Хорошо, нет. Может быть, сначала выслушаете? Ну... Ладно. Абонемент. Простите? На одну бесплатную услугу в любое время, в любом месте. Карсон, это нужно к четырем. Что же услуга? Вы когда-нибудь играли в монополию? Конечно. Помните карточку освобождения из тюрьмы? Получив ее, вы наверняка были рады. Это вам. Ну да. Считайте, что ваша карточка — это я. Я готов бесплатно оказать вам любую услугу в любое время. Что же вам... Что вам нужно? В налоговой есть проблемы. Один из ваших коллег немного тронулся. И... Встретимся завтра в мотеле «Паладин» на Уотерфронт. Около часа номер 106. Любую услугу. До завтра. Налоговая? Минут через 10 она придет к нему в кабинет. Если ты нацелишь микрофон на его окна, то узнаешь, что бывает, если дать пистолет умалишенному. Послушай, налоговая взяла Капоне. Они могут арестовать любого. А мы даже не знаем, есть ли у нас клиент. Эта женщина... Как ее зовут? Ее зовут Терезина. Да. А если ей не нужна наша помощь? Прошу прощения. Кажется, у меня озарение. Наша помощь ей понадобится. У тебя никогда не проверяли налоги? Нет. А у меня проверяли? Четыре года назад. Это настоящий кошмар. Они заморозили мои счета, напугали моего босса, обыскали мою квартиру. Теперь я плачу сразу больше, раза в два. Заявляю даже монету, которую я нахожу в сушке. Позволь мне кое-что тебе напомнить. Все люди, сидящие в этом здании, работают на тебя. Они твои наемные служащие и представляют твое правительство. И они легко могут забрать все мои деньги, а меня посадить в тюрьму, так? Только если тебя поймают. Боже. Мистер Чаппелл, я не хочу давать воле эмоциям, но тем не менее считаю, что вы должны об этом знать. Налоговая служба США – наименее коррумпированная и самая эффективная организация подобного рода в мире. Не кипятитесь, а то окна запотеют. Такие люди, как Гиффорд Маршалл, бросают на нас тень. Так. Судя по его личному делу, на него уже не раз подавали подобные жалобы. Личное знакомство с налогоплательщиком – пристрастное расследование. Как же его не выгнали? Он работает в отделе налоговых преступлений, там служат крутые ребята. А у него лучшие показатели по всей налоговой службе, так что он из всех крутых лучший. Ну ладно. На его счету немало задержаний и арестов. Имейте в виду, отдел налоговых преступлений не подчиняется никому. Им не нужны ордера. Они могут подслушивать, обыскивать и арестовывать, пока не найдут связь между налоговым преступлением и доходом преступника. У вас есть знакомые манекенщицы? Простите. Вы обещали оказать мне услугу. Да-да. Вот я и подумал. Сейчас у меня на прицеле манекенщиц нет, но что-нибудь придумаем. А пока вы поможете мне превратиться в приманку для этого парня. Ответь на мой вопрос. Это ты сделал. Ты наложил на меня штраф. Судя по результатам расследования, мисс Грекко... Мисс Грекко? У вас есть незадекларированные доходы. Вы человек искусства и, наверное, слабо разбираетесь в бухгалтерии. Да что ты несешь? Хотя не исключен и злой умысел. Такая у меня работа. Я проверяю людей и выясняю, что они сделали и почему. Геффорд, ты же знаешь, я ни в чем не виновата. Откуда? Ну, хорошо. Тогда я поговорю с твоим руководством. Я предупредил начальство о вашем возможном визите. В отчетах написано, что я расследую дело уже три месяца. Мы несколько раз встречались и разговаривали. Боже. Вы становились все более озлобленны и неуравновешенны, и даже выдумали историю о нашем романе. Я тебя отвергла в этом все дело? Отвергла после десяти дней знакомства. И за это ты готов разрушить мою жизнь? Нет, я уже сказал. Я провожу расследование. Я хочу понять. Признайтесь. В чем? Расследуя что-либо дело, я спрашиваю себя, совершен ли данный проступок случайно? По ошибке? Или он совершен умышленно? Из желания что-то скрыть? Вы понимали, что делаете, Тереза? И со многими мужчинами вы так поступали, да? Вам это нравится? Вы чувствуете свою силу? Скажите, я хочу знать. Тебе это с рук не сойдет. Вы расстроены, но угрозами вы едва ли облегчите свое положение. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Мисс Грекко? Кто это? Я знаю о ваших проблемах. Думаю, я смогу помочь. Я вас узнала. Этот голос... Через 77 минут к вам приедет агент Маршалл и четверо его коллег из налоговой. Они конфискуют ваши камеры, а вас арестуют. Откуда вы знаете? Подойдите к окну. Вы из галереи? Полицейский? Нет. Тогда кто? Я помогу вам избавиться от Гифорда Маршала. Если вы не полицейский, то... Я уже сказал. Маршалл и его ребята приедут через 76 минут. За 10 минут я успею изложить свой план, а потом вы уедете. Можно подняться? Здесь парковка запрещена. О, Господи. Теперь меня штрафуют. Значит, вы мне поможете, а я буду должна вам миллион долларов. Да, что-то в этом роде. Талонами на продукты не возьмете? Нет. Но у меня есть предложение для бережливых покупателей. А именно? Когда-нибудь вы окажете мне ответную услугу. Миллион долларов или услуга? Да, теперь все ясно. Я искренне полищена, но... Я совсем не об этом. Вы поможете мне выручить человека, который, как и вы, окажется в беде. Не хочу вас торопить, но если вы согласны, мне нужны кое-какие подробности вашего романа с Гиффордом. Группа Гиффорда Маршалла прибыли на место. Приступаем к работе. Дверь в конце коридора. Ясно. Привет! Налоговая служба. Отойдите. Присмотри за ним. Не двигайтесь, сэр. Кто вы такой? А кого вы ищете? Где Тереза Грекко? Не знаю, наверное, вышла. Мы проводим официальное расследование. Как вас зовут? Гамби, черт подери. Повернитесь. Документов нет. Крупная сумма наличными. Откуда? Где вы работаете? По-двоему, это крупная сумма, Гиффорд? Откуда вы знаете мое имя? Слушай, может, поговорим один на один? Неужели ты хочешь, чтобы все узнали о твоих отношениях с Терезой? Ладно, осмотрите остальные помещения. Вдруг кто-то что-то видел вперед. Ясно. Пока. Итак, кто ты такой? Может, лучше обсудим, почему Тереза тебя бросила? То есть я ее не ввиню лично. Я не хожу в гости к девочкам с наручниками. Разве что иногда. Но только не к Терезе. У нее такие нежные руки. Где она? Знаешь, перестав стонать, она начинает трещать, как сорока. Да мы ей о тебе много говорили. Не обижайся, но мы над тобой смеялись. Неужели во время первого свидания ты и вправду поделил счет пополам? А потом попросил разрешения ее поцеловать? Гифф, милый, Ну зачем же ее спрашивать? А еще она сказала, что ты немного неуклюж. Пистолет? Твой пистолет. Держи. Отдай, а ну отдай. Ты что наделал? Слушай, Гифф, ты любил, но теперь твое сердце кровоточит. Она над тобой смеется, а ты страдаешь. Раскрой глаза. От нее одни неприятности. От меня будут беды. Приезжай домой, открой бутылку виски. Поставь диск сенатора и обо всем забудь. Или мы с тобой еще встретимся. Можешь не сомневаться. Вы найдете мне издателя? Вы действительно этого хотите? Поставьте, я уже пять лет работаю над этой книгой. А вдруг я ее не закончу? Тогда услуга пропадет зря. Может, все-таки... Вот, я же сказал, у меня нет знакомых манекенщиц, понимаете? Здесь все, что у вас есть. Все доказательства и имущества, конфискованные Гиффордом. Ух ты, парень хорош. Жаль, если он и вправду спятил. Можно это на время позаимствовать? Трудно, но... Возможно, я полагаю. Круто. А вот эту можно? Что еще у вас есть? Постойте, и парочку таких. Судя по показаниям свидетелей, он приехал на Чарджере 69-го года, оставил машину в неположенном месте, где ее и засекла полиция. Машина записана на холдинговую компанию, которая принадлежит другой компании, а та входит в состав корпорации... Ладно, ладно, как его зовут? Энтони Купер. 18 лет унаследовал 100 миллионов долларов семейного состояния. Никогда не работал. В колледже не учился. Любит развлекаться и сорить деньгами. И, судя по нашим данным, весьма изобретательным в деле сокрытия доходов. Адрес Купера я найти не смогла, но он разведен, и я отыскала служебный адрес его бывшей жены Джулии. Она продает машины. Спасибо. Отличная работа, агент Комент. Он говорил об услуге. Что за услуга? Обычно что-то серьезное. Вы до сих пор не можете отработать? Нет. Я на общественных началах. Привет. Привет. Как, Оттем? Прекрасно. Он хороший парень. Как поживаете? До прошлой недели моя жизнь была на редкость тосклива. Но я буду по ней скачать. Очень скоро ваша жизнь вновь наладится. В ближайшие пару дней вы свободны? Да, буду прятаться здесь. В обычной ситуации я бы вывез вас из страны, но Гифорд объявил вас в розыск, так что это проблематично. Вы шутите? Ничего не понимаю. Мы же едва знакомы. Дело совсем не в Астерезе, поверьте. Неужели ему все сойдет с рук? Однажды я вошел в бар и натолкнулся на одного парня. Он вытащил пистолет. Я сказал, Эй, прости. А он ответил, если я позволю хоть одному человеку на меня натыкаться, скоро на меня будут натыкаться все. И что дальше? Вместо плеча ему пришлось поставить себе протез. Поразительно, чего только не делают из пластика. Я хочу сказать, что некоторые ребята не умеют играть по правилам, поэтому приходится... Приходится ставить им вместо плечей протезы? Ну да, примерно так, да. Здравствуйте, миссис Стэнсман. Здравствуйте. Как ваш муж? Прекрасно. Благодарю вас. К сожалению, у меня не было возможности сообщить вам раньше. У нас родилась дочка. Отлично. Вероника Чепл Стэнсман. Все в порядке? Да. Да, такая красавица. Вам так повезло. Да. И все благодаря вам. Я попрошу у вас ответную услугу. Здесь... 300 тысяч долларов. Я хочу, чтобы вы положили его в банк. Налоговая служба требует сообщать о любых вкладах больше 10 тысяч. Поэтому я хочу, чтобы на каждый счет было внесено меньше 10 тысяч. И по документам, три года назад. Ну это... Нарушение федерального законодательства и правил банковской деятельности. Да. Человек, которому мы помогаем, как когда-то вы, оказался в большой беде. Ладно. Для открытия счетов мне нужно ваше полное имя. Энтони Купер. Хорошо. Еще одна мелочь. И я навсегда исчезну из вашей жизни. Мне нужен чек на 90 тысяч долларов, выписанный на салон Mercedes River Park. Когда-то я познакомилась с одним парнем, вслепую. Два часа я его слушала, а потом сказала, чтобы он исчез. Но он уперся. Звонил днем и ночью. И что было дальше? Чеппел его убил. Что? Шучу, шучу. Простите. Вы даже не представляете, как я себя чувствую. Нет, вы знаете, он совсем не такой. Это трудно объяснить. Конечно, к нему нужно привыкнуть, но он... Нет, я вас понимаю. Поначалу он внушает ужас, но потом все меняется. У него необычные глаза. Они словно затуманены и так грустны. Да. Да. Что с ним произошло? Он об этом не говорит. Что-то нехорошее. Я думаю, это слабо сказано. Произошло что-то ужасное. Я опаздываю. Куда? Со мной хотят поговорить о машинах. Чем могу помочь? Джули Купер? Гиффорд Маршалл. Налоговая служба. Господи. Я задам вам пару вопросов о вашем бывшем мужу. О Тоне? Другое дело. Хочу напомнить, что два года вы вместе подавали заявление на возврат налогов. Ответственность за нарушение лежит и на вас. Я знала, что этим все кончится. Надеюсь, вы будете откровенны. Ну, конечно, не сомневайтесь. Только, пожалуйста, давайте поговорим в машине. У меня план продаж, а менеджер уже смотрит с недоверием. Хорошо. Давайте в этой. У вашего мужа есть друзья, у которых в случае чего он мог бы спрятаться? У Тони? Вы шутите? Он обманул всех, кого только мог. Включаю вас. Он всегда говорил, правительство работает на меня. Вы представляете? Некоторые люди недостойны жить в нашей стране. Это точно. А женщины? Ну что вы. Он с ними забавлялся. Отбивал чужую подругу, а потом выкачивал из нее деньги. Из-за него я и продаю машины. Вы получали алименты? Пока он не исчез. Где он жил до исчезновения? Знаете, я запишу вам адрес, но думаю, вам это не поможет. Если мистер Купер объявится, немедленно позвоните мне. Обязательно. Спасибо. И благодарю за помощь. Ну что вы, не за что. О, Господи. Чем могу помочь? Привет. Я хочу купить машину своему мужу. Вы не могли бы оформить документы? Энтони Купер. Эй, Барри, ты хотел меня видеть? Да, Гиф, мне нужна твоя помощь. Слушай, иди-ка сюда. А ну взгляни. Так, что-то знакомое в чем дело. Конфискованное имущество. Все эти предметы были вывезены со склада, но на аукцион не попали. Кто оформлял вывоз? Это тебе и предстоит выяснить. Кто-то воспользовался твоим кодом доступа. Вот документы о подруге Тереза Грег и Гейл Доусон, которые вы запрашивали. Гейл, у нас возникла серьезная проблема. Я ничего не скажу без адвоката. Я думаю, скажете. Потому что я задам вам пару незначительных вопросов. К тому же, взгляните на это. Судя по документам, в прошлой компании вы натворили немало дел. Моя компаньонка увлеклась кокаином. Да, но у нее был всего один нос. Мы с ней расстались. Я совершенно чиста. Но вам пришлось сменить фамилию. Вашим инвесторам об этом известно, Гейл? А в банке? Людям, которые дали вам денег? Известно, что вы нюхаете? Нюхала моя компаньонка. А я здесь ни при чем. Налоговая служба всесильна. У нас есть доступ ко всем базам данных в стране. Включая страховую компанию, которая оплачивала ваше лечение, Гейл. Возникает проблема визы. Подав заявление на гражданство, вы скрыли свои проблемы от иммиграционной службы. Это уже серьезно. Очень серьезно. Но не будем об этом. Вы и я беседуем. Теперь вам не так страшно? Позвоните Терезе. Я не знаю, где она. Позвоните ей на автоответчик. Оставьте сообщение. Пусть она вам перезвонит. И что потом? Не волнуйтесь. Я не причиню ей боль. Нет. Не больше, чем она причинила мне. Все. Я заберу у нее все. Почему? Потому что я могу это сделать. Покажите мне услугу. Одно новое сообщение. Введите секретный код. Привет, Тереза. Это я. Слушай, я за тебя очень волнуюсь. Когда получишь сообщение, позвони мне. Спасибо. Алло? Гейл. Гейл. Тереза. Да, это я. Владелец продает дом. Гейл. Гейл. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В моем отделе? Возможно, это ерунда. Мне нужно немного времени, чтобы еще раз все проверить. Хорошо. Два условия. Вы не трогайте моих следователей. Если что-то найдете, я узнаю об этом первым. Да, сэр. Маршал. Это Клименте. Мы засекли Терезу Грекко. Да? Где она? В мотеле Паладин. В каком именно? На Уотерфрант, номер 104. Хорошо. Вызовите подмогу. Встретимся на месте. Да? Это Чапелл. Открой. Что происходит? Девочки, собирайтесь, уходим. Что случилось? Гифорд. Он засек звонок и вычислил вас. Сейчас едет сюда. Боже. Что такое? Ключи. Я не знаю, где они. Возьми, Чарджо. А как же ты? А меня подвезут. Подвезут? Держи. Постой, постой. Идите через кафе, а потом во двор. Хорошо. Идите. Мне нужна ваша серьга. Спасибо. Идите. Давайте. Вперед. Вперед. Не с места. Гиф, милый, прошу прощения. Прошу прощения. За мной. О, Господи. Как я неуклюж. Взять его. Взять. Кажется, я пьян. Снимите его с меня. Пустите наручники. За что ты меня преследуешь? Идемте. Поднимите его. Ну, и у кого из нас теперь кровоточит сердце? Так, этого я отвезу. Ищите девчонку. Теперь у нас будет много времени, чтобы познакомиться поближе. Я хочу узнать о Терезе все. Можешь дальше рассказывать мне о том, как она надо мной смеялась. Мы остались наедине. Скоро ты попытаешься бежать. И я прострелю тебе колено. Агент Маршалл? Маршалл, докладывайте. Она скрылась, сэр. Мы опоздали. Всего на пару минут. Хорошо, возвращайтесь. Все, что нашли, отдайте Клименте. Как голова, не болит? Гиф, ты смотрел передвижной госпиталь Мэш? Наверное, Фрэмк Бёрнс твой любимый герой. Скажи, где Тереза, и тебе это зачтется. Я неважно себя чувствую. Кажется, меня сейчас стошнит. Ты слышал, что я сказал? Да, слышал. Точно слышал? Да. Да, тебе сейчас стошнит. Значит, с ушами у тебя все в порядке? Да, с ушами все в порядке. Не болят? Черт. Звона нет? А глаза? Не воспаляются? Не краснеют? По-моему, я вызываю у тебя аллергию, Гиф. Как ты считаешь? Ты в порядке? Да, жить буду. Как Тереза? Нормально. Я за тебя рада. Мы переехали в другой паладин. Ты знаешь, что сказать Гифарду? Да, знаю. Хорошо. Вот там. Наши вещи уже доставили? То, что мы заказали? 15 предметов из хранилища доставили по адресу, который вы мне дали. Остальные привезут сегодня. Мистер Чеппелл? Да. А что если пожизненные абонементы на финал Суперкубка? Сколько? Серьезно? Так. Два. Нет, нет. Четыре. Нет. Да. Четыре. Простите, я с трудом принимаю такие решения. Вот так. Да? Давай поговорим об этом в другой раз? Конечно. Да, хорошо. Простите. Увидимся. Агент Маршалл? Да. Да. Мне звонил Тони. Вы просили связаться с вами, если он позвонит. Да. И? Он в бегах. Это в его стиле. Ему нужны деньги. Он мне скоро вернет. Если бы не вы, я бы его послала. Что вы ему сказали? Назначила встречу. Где? Я подумала, а вдруг мне полагается какая-нибудь награда? Да, вполне возможно, если, конечно, мы его поймаем. Где? В его старом доме. Адрес у вас есть. Через 20 минут. Спасибо. Не за что. Я нашел причину нестыковок. Хотя я не думаю, что это просто нестыковки. Один из агентов вашего отдела фальсифицирует дела против честных налогоплательщиков, вымогает у них деньги и ворует конфискованное имущество. Это невозможно. Я лично изучаю отчеты нашей службы безопасности. Нелегальных доходов нет ни у кого. Да, сэр, но этот агент клал все наворованные деньги на банковский счет, открытый на подставное лицо, на имя некоего Антони Купера. Тони, Тони, Тони Купер. Да. Я знаю, как тебя зовут. Нет, не меня. Тебя. Это ты, Тони Купер. Прости. Что это такое? Это твои права. Вот ты покупаешь новый Мерседес. Надеюсь, узнаешь. А вот опять ты смотришь дом. А еще есть акт о распоряжении собственностью на твое имя. Разные столы, стулья, картины известных мастеров Пикассо и Шагало. Произведения современного искусства. Вещи очень дорогие. Все были изъяты у налогоплательщиков. Решил меня подставить? Ты спятил? Возможно. Но я никогда не пытался арестовать девицу за то, что она меня бросила. Никогда. Тебе никто не поверит? Правда? 20 минут назад в твоем кабинете провели обыск. В ящике стола нашли конверт. Внутри твое объявление о продаже этого дома. Чек за Мерседес. Документы на эту собственность. И карточка социального страхования. На имя Тони Купера. Да и его права с твоей фотографией. Ты не можешь так со мной поступить. Как раз наоборот. Понимаешь, Гиф? Я могу делать все, что угодно. Как и ты. Разница лишь в том, что я буду делать это снова и снова и снова. А ты будешь сидеть в тюрьме. Черт. Это чтобы ты не смог убежать от такой красоты. А за колено не волнуйся. Через пару месяцев пройдет. В наше время делают чудесные протезы. Барри, он еще рядом. Только что ушел. Все кончено, Гифорд. Что? Все кончено. Нет, Барри, послушай, постой. Все не так, как ты думаешь. Хватит. А ты кто такой? Кто это? Хороший кандидат на твое место. Правда? Что? Нет, послушайте, меня подставили. Поверните его. Постойте одну минутку. Агент Клементы. Вы имеете право сохранять молчание. Береги себя. Пока. Скоро увидимся. Она до сих пор себя винит. Да. Я пыталась ее успокоить. Вы хорошая подруга. Спасибо, что одолжили. Зачем вы ее брали? А с ее помощью можно взламывать замки. Где вы этому научились? У мамы. Она была очень умелой. Когда мы увидимся вновь? Вы же умная девушка. Думаю, вы все понимаете. Все могло быть совсем иначе. Если бы я не стала вашим клиентом. В жизни всякое бывает. Можно мне снять вас на память? Простите. Вы так и остаетесь загадкой, которой я не смогла подобрать ключик. Я позвоню. Насчет ответные услуги. Оставил список, а потом подумал, что это глупо. Составил другой, но он оказался еще ужаснее. Что делать? Послушайте, я уже оказал вам услугу. Правда? Какую? Вы любите налоговую услугу. Теперь вы там герой. Следователь отдела налоговых преступлений. Крутой парень. Так что забудьте о списках. Да. Не за что. Спасибо. Вот и все. Мы квиты. И я исчезаю из вашей жизни. Но всегда. Один вопрос. Да? Ты сатана? Нет. Я на всякий случай. Ты так и не рассказал, как познакомился с Терезой? Забавно, что ты спросила. Это мне? С днем рождения. Вот это да. В ролях Маркус Флэнген, Лиза Торнхилл, Том Лагруа, Скотт Аллен Кэмпбелл и другие. Оператор Руд Дрейпер, композитор Марк Морган. Фильм озвучен телекомпанией НТВ+. По заказу НТВ. Режиссер Алексей Сафонов, звукорежиссер Андрей Чувилин, перевод Павла Селенчука, текст читали актеры Наталья Казначеева и Андрей Ярославцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова